Ачинские кадеты отправились в экспедицию на поиски останков солдат, павших во время Великой Отечественной войны. В Шушенском состоялся 8-й межрегиональный фестиваль хореографических коллективов «Плясица». Вода в озере мутная, неприятно пахнет и заполонена сине-зелеными водорослями. Но ведь когда-то водоем был чистым, в нем купались и ловили рыбу. У авторов проекта по спасению водохранилища есть предположение, что нарушило естественный баланс. Стоки с фермерских хозяйств, коса посреди водоема, которая образовалась после попытки очистить дно грейдерами. Способ восстановления природной гармонии исследователи выбрали естественный, биологический. Реабилитировать озеро должна зеленая водоросль хлорелла. 64 литра культуры прибыли из Воронежского центра «Альго-биотехнологии». Исследователи пробудили хлореллу, разбавили водой из озера и оставили на пару дней под солнцем, чтобы клетки проснулись. Полный цикл оздоровления озера с помощью хлореллы, по утверждению исследователей, займет три с лишним года. Предполагается трехкратное внесение на протяжении каждого года. Подледное, послепаводковое и летнее. Сегодня первая порция. В идеале эти работы нужно было выполнить немножко раньше, когда лед был более прочным. Сегодня он уже отошел от берегов. Участники эксперимента страхуются с помощью резиновых сапог и лодки. Задача – внести суспензию в разных точках озера довольно глубоко, чтобы хлорелла смогла распространиться по всему водоему. Объем подготовленного раствора около 250 литров. По расчетам должно хватить с запасом. Первое место для внесения – заводь со спокойной водой без течения, где сине-зеленые водоросли комфортно себя чувствуют. Осторожно добравшись до места по хрупкому весеннему льду, участники эксперимента с помощью воронки заливают в воду спасительную культуру. Ура! Вливают хлореллу! Живи, озеро! Озеро, живи! Все получится! Исследователи, семья энтузиастов. Жанна Алексеевна – мама и научный руководитель работы Ильи. Папа Вячеслав Вячеславович – ответственный за безопасность и техническое оснащение идей. Ну, если мы сами с этого себя не начнем, кто начнет? Ждать от кого-то – это бесполезно. Надо попробовать, что-то может получиться. Получится хорошо, дай бог, чтобы озеро было чистое, чтобы как раньше мы в детстве в нем купались, так чтобы люди дальше продолжали купались, отдыхали. Конечно, хорошо бы его еще и рыбкой заселить, но это другой вопрос. Хлорелла выделяет особое вещество из категории антибиотиков. Оно называется хлорелин. Это вещество тормозит развитие сине-зеленых водорослей. Хлорелла более устойчивая к низким температурам. И весной она пробуждается раньше, чем это делают сине-зеленые водоросли. И так как она парит в толще воды, то есть она начинает активно фотосинтезировать, а значит, она поглощает углекислый газ, органические вещества. Успевает лишить питания сине-зеленых водорослей. Анализировать, как хлорелла справляется со своей работой, будут летом. Запланировано несколько мини-экспедиций с участием школьников. Будем наблюдать, как хлорелла будет влиять на изменение качества воды. Также, как мы будем относить ее и в лаборатории, чтобы определять химический состав воды. Также будем определять разновидность водорослей, которые будут появляться. Также у нас микроскопы будут. Концентрация кислорода в воде, биологическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода. Ну и вот так вот будем наблюдать за тем, как будет улучшаться. После завершения работы «Горячий чай и торт» сегодня у автора работы Ильи день рождения. Настоящим подарком стала победа в Международной исследовательской конференции «Проспект Свободный-2017», посвященной Году экологии в России. Накануне работы на озере, 14 апреля, Илья представил жюри свой проект по очистке водоема и занял первое место. В Канске совершил остановку поезд здоровья передвижной консультативно-диагностический центр доктор-воин Исенецкий, святитель Лука. Поезд здоровья, созданный по инициативе правительства Красноярского края и администрации российских железных дорог, работает с 2007 года. За 10 лет здесь оказали медицинскую консультацию тысячам человек из различных населенных пунктов. Пациенты признаются особенно ценно отношение врачей к каждому из больных. Я был у терапевта, сделал кардиограмму, УЗИ. УЗИ очень хорошее. Как вам именно отношение к пациентам? Ну, прекрасно. А зубной какой. Молодец, умничка. Я не знаю, как ее звать. Такая умничка, вообще такая талантливая. Все талантливые врачи, все талантливые. А почему вы выбрали именно поезд здоровья, а не поликлинику обычную? А потому что в нашей поликлинике очень грубо обращаются. И я сколько ни хожу, все время здоровая. Ну, а здоровья нет. В поезде здоровья жители Канска смогли получить консультации терапевта, педиатра, стоматолога, эндокринолога и других специалистов. Обследования прошли в кабинетах функциональной и эндоскопической диагностики, нейро, физиологии, в клиниках, диагностической лаборатории, кабинете УЗИ и рентген-кабинете. В день мы можем принять до 200 человек. То есть в зависимости от станции, от нагрузки, то есть в среднем до 200 человек. А так обычно где-то человек 130-150, на маленьких станциях поменьше. То есть здесь у вас большой город, здесь, соответственно, ажиотаж побольше людей приходит. То есть любой человек при наличии паспорта и полиса может к нам обратиться и абсолютно бесплатно пройти всех врачей и получить нужную консультацию. В Камске поезд пробыл три дня. Прием вели почти два десятка специалистов по различным направлениям. Затем передвижной консультативно-диагностический центр отправился в Филимоново. Конечной же станцией на востоке края стал город Заозерный. Полицейские задержали 30-летнего жителя Железногорска, который решил заработать на жизнь интернет-пиратством. По данным следствия, мужчина скачал в сети пиратские копии чертежной программы, а также ключи для удаления защиты ее установки. После разместил на интернет-сайте объявление о продаже программы. Покупатель нашелся быстро. Товар злоумышленник передал на обычной флешке. За работу попросил 500 рублей. Через некоторое время снова нашлись желающие купить программу. Но на этот раз на встречу пришли сотрудники полиции. Сотрудники следственного комитета оценили ущерб правообладателя в 326 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Оперативные сотрудники, может быть, скорее всего, мониторили интернет-сеть, установили данный факт, решили разработать, видимо. Ну и, соответственно, провели оперативные лиценные предприятия, проверочная закупка, где покупатель созванивался с данным продавцом, ну и предоставлял свои услуги за денежные вознаграждения. Поисковый отряд Ачинска благословили на поездку. Пять кадетов почти месяц проведут в экспедиции вдали от дома. Отряд имени генерала Лебедя был создан на базе Ачинского кадетского корпуса два года назад. Сейчас в его составе почти 50 кадетов. Патриотическое воспитание молодежи, которое направлено именно на историю, на память, увековечивание солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Я думаю, это является большим жизненным направлением для ребятишек. Отряд кадет уже дважды принимал участие в поисковых экспедициях в Ленинградской области под поселком Любань. В годы войны там проходили ожесточенные бои. Эти ребята – новички. Они впервые отправятся в поездку. Мы читали распечатки различные по поводу того, какие бои там происходили, кто там лежит. Так что, ну да, была подготовка. Я считаю, что это очень важно. Как бы уже много времени прошло, война как бы давно уже кончилась. И для того, что мы до сих пор поднимаем бойцов, это неописуемо. Очень, очень важно. Обратно Ачинские кадеты вернутся с грузом 200. Останки красноармейца обнаружили местные поисковики в прошлом году. Опознать погибшего помогла его медаль «За отвагу», найденная в земле. Ефрейтор Антон Головатых пропал без вести в 43-м. Его останки будут похоронены родственниками рядом с женой в Рыбинском районе. Я считаю, это очень важно. И считаю, что ребятам очень повезло, что они могут соприкоснуться все-таки с историей, узнать ее. И что останки нашего солдата все-таки обретут покой на родной земле. Ачинские кадеты уверены, с их помощью покой обретут еще несколько советских солдат. Экспедиция в Ленинградской области продлится до середины мая. Настоящий двухдневный танцевальный марафон проходит на выходных в Шушенской детской школе искусств. Более полутора тысяч детей в возрасте от 7 до 16 лет участвуют в 8-м межрегиональном фестивале конкурсе хореографических коллективов «Плясица». Традиционные биеннали собирают городские и сельские территории Хакасии, Тывы и юга Красноярского края. Для нас это настоящий праздник танца, праздник талантов и детских улыбок. И мы с нетерпением ждали этого праздника. Мы были два года назад здесь на конкурсе. Нам очень понравилось. И поэтому эта встреча для нас была долгожданной. Мы к ней, конечно же, с радостью готовились. На людей посмотреть и себя показать – эта крылатая фраза может смело стать девизом фестиваля. На сцене один за другим коллективы демонстрируют свои наработки за два года. Хвастаются отточными движениями, слаженностью и полным пониманием рисунка танца, а также новыми, своими фишками. По другую сторону, уже в зрительном зале, конкурсанты наблюдают за выступлениями других коллективов. Так они открывают для себя новые технические элементы, учатся читать пространственную композицию и просто любуются красивым зрелищем. Именно обмен опытом – самое важное на этом фестивале. Главное – участие. Мы будем работать над собой, исправлять свои ошибки и двигаться дальше. Мы видим рост. И рост хороший у многих коллективов. И самое главное, что здесь очень много всегда народных танцев. Стилизованных, нестилизованных, чисто народных танцев. Это нас радует. Чего не хватает у нас в Красноярске. Там в основном все современные танцы. Очень мало народного танца осталось. Ашушенскому большое спасибо. Именно в сибирской глубинке сохраняются и, главное, развиваются традиции классического и народного танцевального наследия. Конечно же, хореографам приходится подстраиваться под новое поколение детей. Изменяется и дизайн концертных костюмов, появляются новые элементы декораций. Но легендарная «Калинка-малинка» звучит по-прежнему свежо и не менее зажигательно, чем компиляции модных диджеев. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»